Я всех приветствую. 334 выпуск. Это Трезвый взгляд с Вильгельмом Баркентином. Также продолжаю обрабатывать различную информацию и преподносить вам то, что я считаю интересным. Иногда это с новостной лентой совпадает, иногда нет. Очередной выпуск без цензуры опубликован на Бастионе. Верхняя ссылка и в Телеграме. Вторая ссылка. Там вы можете посмотреть три интересных факта, связанных с условно-патогенными грибками и бактериями на масках, которые анализировались в японском исследовании. Потом интересный факт об том, как чиновники Белого дома американского мутили с данными по КВ. Еще во времена Трампа. Они это в мемуарах признаются просто, цитируют из их книг. Выдержки американских исследователей. Мы это все вам переводим, показываем. Это все там. И плюс британская убыль подрастающего поколения. Очень отличается от тех, кто по статусу долбежки. Вот это все смотрите в 348 выпуске. Очень важно это все распространять. А также я прошу 348 выпуск на Бастионе по верхней ссылке комментировать. Это важно. Вот вчера нормально. Про Наташу рассказал я вам, пострадавшего от СВ-5. И более 300 комментариев. Нормально. Попросил. Комментарии написаны. Обсуждение бурное. Нормально там. Своя атмосфера. Ну а теперь с сегодняшним реалием. Обратили внимание на вот этого молодого человека. Альер. Это игрок Дортманской Баруси. Ну как на спортивных сайтах пишет обескураживающая новость. Опухоль яичек. Почувствовал плохо после какой-то тренировки. Вроде диагностировали его. Ну готовят к операции. Далеко не единственный игрок в немецких лигах. Профессиональные. Которые подвергнулись этому заболеванию. Вот отмечается за последние два месяца. Еще игрок Униона Тима Баумгартель и нападающий Герты Марка Рихтер. Тоже их прооперировали. Они восстанавливаются пока. С чем в моем понимании связано это? Ну во-первых это может быть связано с тем о чем здесь нельзя разговаривать. Это во-первых. А во-вторых. Ну конечно же питание спортсменов имеет значение. И их вредный достаточно спорт. Хоть он и классный. Я и сам в футбол играл на любительском уровне. Это прикольная тема. Ну такая объединяющая людей. Социализация проводится через этот спорт. Ну и одновременно это опасное занятие. А как там на самом деле? Из-за чего у него было? Ну у нас нету медкарты. Мы не можем на 100% утверждать, что это долбежка там или что это еда какая-то. Просто факты. Три игрока сильных команд в один год. Это уже слишком, я считаю, для молодых парней. Ну теперь интересная тема с так называемыми публикациями. Вот судебные органы Америки. А вот вы должны понимать, что вот когда вы обращаетесь в суды, добиваетесь своей как бы правды. Это все, можно вот жить в судах сейчас, настолько все сложно. Но по факту паразиты они не могут. Если вы сюда кажете, доведете информацию хотя бы до альтернативной прессы, до тех же самых блогеров нормальных, честных, кто может все озвучивать. Они не могут скрывать многие вещи. И многие вещи с компанией FSR, их принудили публиковать данные их исследований. И они вынуждены это показывать. Так вот устроен мир. И вот цитирую паблик. Один пишет, англоязычный, я просто перевел. Июльская публикация документов FDA, относящаяся к разрешению на экстренное использование вот этой жидкости, включала сообщение о значительном количестве участников, отказавшихся от участия в испытаниях. В некоторых случаях участники были выведены из-за испытаний из-за серьезных нежелательных явлений, которые обычно определились как несвязанные с инъекцией МРНК. В других случаях участники выбывали из-за, казалось бы, незначительных нежелательных явлений, таких как боль вместе инъекций, без каких-либо дополнительных объяснений в документе о других факторах, которые могли повлиять на решение о выходе из исследования человека. Любопытно, что большая доля этих незначительных нежелательных явлений была определена как связанные с инъекцией МРНК. Это в документах написано. По сравнению со случаями серьезных нежелательных явлений, которые обычно считались несвязанными с этой жидкостью, в кэше документов этого месяца также обнаружилось большое количество участников заразившихся КВ в период испытаний. Документы были обнародованы 1 июля в рамках установленного судом графика раскрытия информации по закону из ускоренного запроса по закону о свободе информации, поданного еще в августе 2021 года. Организация Общественное Здравоохранение и Медработники за прозрачность подала этот запрос в эту организацию. 80 тысяч страниц, вот эта подборка, она должна быть обнародована до 1 августа, 10 дней осталось. Сами понимаете, информации много, но вот такая вот информация вот пришла. И на ваших экранах есть PDF-ки. Если кому-то надо, вы сможете повторить символы, которые написаны на экране, и посмотреть эти документы. Ну, я так как не носитель английского языка, предлагаю тем, кто им владеет, поизучать поподробнее. Но сам факт, то, что они сейчас уже публикуют, это уже очень серьезно. Человек, оперный певец Вадим Чельдеев, я про него говорил, когда в Владикавказе, помните, был бунт свободы мыслящих людей, пытались люди объяснить государству, что нельзя измываться над людьми ограничениями. Человек призывал приходить на эти митинги, государство их объявило экстремистскими, а человека за призывы к экстремизму, применение насилия в отношении представителей к власти. А там достаточно, вот чтобы вы понимали, стаканчик бросить в них или перышко сдунуть. У меня один из соратников как-то там повздорил с полицаем, там то ли толкнул его, то ли что, ну вот сидел 2 года в колонии, такой, ну режим был не строгий, ну блин, просто же они жизнь ломают. Вы вообще вот так вот ходите, руки за спину убирайте, когда общаетесь с полицаями, чтобы, а бы что не придумали. Что бы вы не хотели бы при этом сделать, контролируйте себя. Не нужно применять насилие в отношении, в кавычках, представителей власти. Человеку просили 11 лет, дали 10. Его соратникам, Рамису Черкинову и Арсену Бессолову, 8 и 8,5 соответственно. Сдали больше, чем за убийство. Это неправильно. Это должно, конечно, оспариваться. Я надеюсь, что если к власти придут человеки в России, они не люди, то человек этот выйдет на свободу. Да, он, возможно, где-то палку перегнул, где-то, может быть, может быть, сказал что-то там агрессивное, но это не повод человека лишать свободы. Это нормальный наш соратник, который нуждается, ну, как минимум, в информационной поддержке. Ну, вот про него я вам рассказал. Многие, может быть, про него уже забыли. Московский комсомолец выпустил огромную статью про нашу проблему, которую я неоднократно поднимал. Это преследование людей на работе по статусу долбежки. Вот, неуколотых от КВ россиян продолжают преследовать и часто не берут обратно на работу. В чем юридический казус? Это для меня, ну, нечто новое, я чуть на это внимание не обращал особо. Вот, помните, они делали статус, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. А потом она стала приятной. Но у нас 80 с чем-то регионов, и только 15 или 20 процентов, ну, 15-20 регионов отменили это постановление. А остальные регионы продолжают кошмарить своих подданных. Какие еще явления отмечает московский комсомолец? Он говорит, что многие, получив в первой инстанции одобрение от нормальных судей, вторая инстанция в апелляции отменяет наши положительные решения. И работодатели часто не могут даже что-то изменить, когда Роспоповнадзор ну, морозится на предмет вернуть работников на свои законные места. Вот пишет человек, руки опускаются, я, говорит, не знаю, куда обращаться, отстранена от работы без сохранения зарплаты 20 декабря 21-го года в связи с отказом от ну, от этой процедуры, которая не прошла клинические испытания, это было ее конституционное право. Тем, ну, тем более, говорит, что в перечне она подлежащих обязательной, так называемой, долбежке не входила в правительственные. Я вам уже показывал, кучу было приговоров отмененных, восстанавливали людей на работах, но многих и не восстановили. Она, конкретно там, этот человек работал на оборонном предприятии, она возмущается, что теперь не может производить продукцию военторга для СВО. Но тут, я думаю, ну, в данном моменте не так уж и плохо это, что она не может этого делать, что уж грех на душу брать. Ну, и тем не менее, важно понимать, да, что отстранение этих работников это определенная социальная проблема сейчас. Ну, вот красненьким я выделил ее цитату по поводу того, что не может она помогать. Армии РФ не может помогать. Еще вот очень интересная тема, то, что Роспоффнадзор, он предписывал достигнуть этот коллективный иммунитет 80%, но мы видим, что когда этот, в кавычках, коллективный иммунитет 15%, да, тогда нету никакой волны ОРЗ. Когда он 50%, тогда есть очень странный коллективный иммунитет. Может быть, это что-то такое необычное в деятельности Попов-Надзора. Может быть, чтобы иметь какой-то иммунитет, надо быть больным человеком. Может быть, в трактовке Поповой возможно, это имеет место быть. Но самое главное, что МК подняла проблему, тут и цитаты Шульги в этой статье имеются. Вот, Денис Шульга, это человек, который у меня один из администраторов, правозащитник Питера, он тоже попал в этот репортаж. Вот пишется в этой статье. Были случаи, когда давление на работников прекращалось, и люди спокойно возвращались к выполнению своих обязанностей. В январе 22-го едва не дошло до стачки на одном из крупнейших питерских заводов. Рабочим пообещали заблокировать пропуска и не пускать на территорию, пока не приобретут вот этот вот кукареку-код. По разным оценкам речь шла примерно тысячи человек. В результате до открытого противостояния дело не дошло, так как в это время зимой принялись болеть все подряд и уколоты, и не уколоты, и конфликт сошел на нет, вспоминает правозащитник Денис Шульга. По словам правозащитников, сперва суды вполне лояльно относились к искам от отстраненных работников, и по таким делам преобладали положительные решения. Эти процессы проходили в Якутии, Сахалине, Брянске, Псхове, в Оренбурге. Житель Сахалинска 60-летний Сергей Че работал в хостеле, лишился должности с 20 июля 2021 года. Отправить строптивого работника на дистанционку было невозможно, он трудился сантехником. Как признался из тест, лишившись средств существования, он испытывал сильные физические и нравственные страдания, которые оценил в полтинник, а также время простое 66 тысяч рублей. Судья решил, что Сергей прав, выдав ему уведомление необходимости сделать укол, с него не получили обязательно письменное объяснение, почему он отказывается. К тому же акт об его отказе должны были завизировать три руководителя, а подписала только одна непосредственная начальница, да и еще и были сокращены сроки жижизации, в которые сантехник должен был уложиться. Удовлетворили иск медсестры отделения оказания паллиативной помощи в Якутске. Я много что об этом рассказывал, у нее был постоянный медотвод, но ее пытались принудить, несмотря на анафилактическую реакцию в прошлом. Такие случаи были. В Оренбурге еще один работник медучреждения был восстановлен. Ну, удивительно, говорит, во второй половине прошлого года и даже в начале этого года, когда вроде бы все гайки были закручены, положительные судебные решения по нашим делам все равно преобладали. А вот начиная с второго квартала 22-го года пошел вал отказов по трудовым спорам, комментирует правозащитник Денис Шульга. Причем видно, что судьи нервничают, так как объективных причин не восстанавливают на работе. Таких граждан нет, эпид-обстановка наладилась, заболеваемость падает, но видимо появились причины не становиться на сторону работников. А значит есть какое-то тайное указание гасить людей. И эта вещь, она, я вам скажу, с чем она приведет. Она приведет к социальному взрыву. Но они, наверное, хотят часть людей отстранить именно наших соратников, чтобы скрыть вот этот разрушение экономических связей в связи с военными действиями. Возможно, есть такие указания, я думаю. Это важно понимать. Эта тема мы еще будем обязательно касаться, потому что все эти вещи очень больно бьют по именно нашим соратникам, кто мыслит так же, как мы, кто не готов участвовать в том, что они задумали. В заключении две новости интересных тоже вряд ли вы это где-то в центральных СМИ увидите. Скитлз знаете такую штуку? Ну, моя любимая как бы вещь в детстве. Хорошие такие типа вкусные конфетки. Ну, производители знают, как обманывать детей. А детей, кстати, легко обмануть. Производители Скитлз подали в суд из-за ядовитого красителя. Жительница Калифорнии подала в суд из-за способного изменять ДНК диоксида титана. По-моему, диоксида или оксида титана, который используется в конфетах. Об этом Daily Mail пишет, а их лента Ру их цитирует. В иске, поданном Федеральный суд Оклинга, штат Калифорния Дженнил Теймс обвинила Mars Incorporated, наверное, не знаю, как правильно, в том, что компания подвергает опасности жизни потребителей, используя в производстве вот этот вот ядовитый краситель в качестве пищевой добавки. При этом иске подчеркивается, что титан-О2 будет запрещен в ЕС в следующем месяце, после того, как регулятор безопасности пищевых продуктов счел его опасным из-за генотоксичности и способности изменять ДНК. Так что это вам не какое-то конспирологическое это вещь, это официальное как бы вещи признанное. Также оксид титана при употреблении в больших количествах негативно влияет на ряд важных органов, к примеру, на мозг, печень и почки. Компания еще в 16-м году обязалась постепенно отказаться от небезопасного титан-О2 в продуктах питания. Вот такая новость. И вторая новость интересная. Эра... Ну, теперь, чтобы вы поняли, это как бы юмор. Поразительное в своей гениальности умозаключение, это пишет телеграм-канал Эра Биополитики. Подписан на них, иногда прикольные вещи выдают, кстати, можете тоже подумать, что подписаться на них, хотя они меня не знают, наверное. Короче, инфекционист Георгий Сопронов уверен, что спецоперация в Украине положительно сказалась на здоровье россиян. Из-за санкций наши соотечественники стали чаще отдыхать на территории России, что в свою очередь снизил уровень распространения КВ. Так считают эгзперты, вот так вот выговорить. Еще раз, пальчик вверх, комментарий, комментарий под выпуском на Бастионе, подписка на телеграм-канал мой, нас уже 39500 человек с чем-то. Для чего нужен телеграм? Для быстрого молниеносного донесения моего, ну, моей какой-то информации до вас. Очень даже классный, я считаю, паблик я создал, который, ну, уже номер 12 среди в рейтинге КВ в телеметре и номер 277 среди всех политических каналов, кто участвует в этом рейтинге в телеметре. А телеметр, это, он именно показывает статистику по телеграму объективную. Наш канал достаточно уже высоко стоит, мы уже догоняем Леонида Волкова из Навальнистов самого главного. Да-да. И ставьте телеграм, не ленитесь, если у вас есть телефон нормальный, если у вас компьютер, ставьте телегу и подписывайтесь на будильник. Все, всем пока. Субтитры Продолжение следует...